Приветствую вас, друзья! В современной декоративной флористике очень популярны комнатные деревья. По сравнению с обычными цветами, они требуют значительно меньше ухода. При этом небольшое деревце смотрится эффектно практически в любом помещении. Сегодня мы расскажем об одном из самых популярных комнатных древесных растений – кофейном дереве. Растения входят в состав семейства марйоновые. Родина дерева древняя Абиссиния – современная Эфиопия. Сейчас кофейное дерево даже в диких условиях можно встретить и в Южной Америке, и в Азии, и в других районах Африки. Комнатные же разновидности распространены повсеместно. В домашних условиях кофе представляет собой невысокое кустистое деревце, которое растет в основном несколькими тонкими стволами. Растения сильно не ветвится. Процесс формирования дополнительных побегов начинается обычно только на второй год. Кофе обладает крупными овальными листьями с заостренным кончиком. Поверхность листовой пластины слегка выпуклая с хорошо заметными прожилками. Окраска зеленая. Кофе цветет и плодоносит. Соцветие зонтичное, состоит из небольших белых цветков. После цветения образуется плод, который становится красным при созревании. Ягодка покрыта небольшой коркой, внутри кисло-сладкая мякоть и пара семечек, зерен, из которых и готовится знаменитый напиток. Прежде чем пойти в магазин и купить там себе нового зеленого питомца, стоит задуматься о том, куда его поставить. Помните, что кофе является деревом, и хотя в домашних условиях оно не вырастет до нескольких метров, ему все равно нужно пространство. Итак, вы купили себе саженец кофе. Прежде всего, его необходимо поместить на карантин. Это нужно для того, чтобы растение привыкло к новым условиям содержания. Также за это время можно выяснить, не больное ли растение и не живут ли на нем вредители. Помимо карантина кофейное дерево можно пересадить. Пересадка понадобится обязательно, в случаях, если в одной емкости сидят несколько черенков кофе. Горшок слишком низкого качества, если почвосмесь представляет собой питательный субстрат, а не обычный грунт. Не волнуйтесь, если после пересадки у деревца облетели все листья. Все из-за того, что в магазинах все растения перекорблены. Очень скоро кофе придет в норму. В целом, кофейное дерево не ставит перед цветоводом невыполнимых задач. Уход и условия выращивания растению нужны вполне обычные, но со своими особенностями. Кофе любит тепло, но не очень хорошо переносит жару. Идеальная температура – 23-25 градусов тепла. Зимой можно немного снизить температуру содержания, но только до 15 градусов. При дальнейшем понижении кофе может сбросить листья. Берегите дерево от резких перепадов температуры окружающего воздуха и сквозняков. И то, и другое отрицательно сказывается на цветении и плодоношении. Кофе предпочитает повышенную влажность воздуха. В сухом климате деревца чувствует себя неважно. Часто болеет, плохо цветет. Дополнительно советуют опрыскивать растения из пульверизатора. Летом и вовсе можно периодически купать кофейное деревце. Зимой катку с деревом нужно ставить подальше от батарей, так как от сухого воздуха начнут увядать кончики листьев. Также кофе очень любит свежий воздух, поэтому советуем зимой периодически проводить проветривание. Главное следите, чтобы не было сквозняка, так как от него растение может заболеть. Кофейное дерево родом из Африки, а значит очень любит свет. Но под прямые лучи солнца подставлять его все-таки нежелательно. Идеально будет немного притянить растения. Для этого можно заклеить окна бумагой, использовать тюль или римские шторы. Если в вашей квартире нет нужного места с достаточным освещением, то кофейное дерево можно подставлять под лампы дневного света. Для кофейного дерева лучше выбирать кислый грунт с уровнем кислотности меньше 7. Если вы готовите грунт самостоятельно, то соблюдайте такие пропорции. Две части кислого торфа, одна часть перегноя, одна часть песка, по одной части листовой и парниковой земли. Не менее важно правильно выбрать горшок. В слишком маленькой емкости растению будет тесно. Корни быстро заполнят весь объем, и кофе начнет болеть. В слишком большом наоборот, дерево не сможет получать все питательные вещества при поливе и подкормке. Из этого следует, что горшок для растения нужно выбирать среднего размера, так чтобы в нем не было тесно, но было пространство куда расти. Иногда вашему зеленому питомцу может понадобиться опора. В основном это случаи, когда у растения слишком тонкие побеги, а также после пересадки в новый горшок, когда деревце еще не укоренилось. В помещениях кофейное дерево лучше всего располагать поблизости от южного окна. Если такой возможности нет, то ставьте дерево на восточное или западное окно. Не рекомендуется размещать горшок в темных углах и в глубине комнаты. Недостаток освещения негативно сказывается на декоративных качествах растения. Позднее весной и летом катку с кофе можно переставить на лоджию или вынести на террасу. Это очень понравится дереву, так как ему будет обеспечено достаточное количество света и свежего воздуха. Кофейное дерево – это не просто очередной цветок в горшке. Это часть декора и интерьера любого помещения. Растения красиво смотрятся и в современной квартире-студии, и в офисе, и в спальне. Также кофейное дерево отлично подходит для украшения общественных пространств. Кафе, приемных коридоров, зимних оранжерей и так далее. Кофейное дерево зацветает весной. Оно образовывает зонтиковидные соцветия, состоящие из мелких белых цветков. При этом дерево издает приятный аромат. Также вы можете помочь растению зацвести. Для этого аккуратно потрясите те ветки, на которых появились соцветия. Еще один способ – взять ватную палочку или мягкую кисточку и прикоснуться к цветкам. Так произойдет искусственное опыление. После цветения начинают завязываться плоды. Они созревают практически весь весенне-летний период. А в некоторых случаях процесс и вовсе может затянуться на полтора-два года. Пока кофейное дерево молодое, его пересаживают каждый год. По достижении трехлетнего возраста рост деревца замедляется. Соответственно, снижается частота пересадок. Ее нужно будет проводить примерно раз в четырехлетие. Пересадка растения ничем не отличается от аналогичного процесса, проводимого с другими комнатными цветами. Наоборот, пересаживать кофейное дерево даже проще, так как у него более крепкие корешки. Прежде всего подготовьте горшок подходящего размера, правильный грунт и дренаж. Сначала уложите в новую емкость дренаж, затем достаньте растение из старого горшка. Делать это нужно методом перевалки. Если снизу прилип старый дренаж, то аккуратно его стряхните. Аккуратно уберите старый грунт. Если вы хотите рассадить черенки в разные горшки, то поместите все растение в таз с теплой водой и аккуратно смойте остатки земли. Далее осторожно разделите спутавшиеся корешки каждого стебля. Присыпьте дренаж в новом горшке грунтом и поместите туда саженец. Аккуратно досыпьте землю до нужного уровня и полейте пересаженное растение. Если вы не проводите пересадку, то меняйте верхний слой грунта. Это нужно, чтобы земля не истощилась. При посадке кофейного дерева нужно помнить, что оно предпочитает кислые почвы. Осуществляя посадку растения, добавьте в горшок немного мхосфагнума. Мох будет-будет поддерживать нужные показатели кислотности и влажности грунта. Кофе размножают семенами или вегетативным способом. Ниже мы расскажем о каждом методе чуть более подробно. Если вы опытный цветовод, то вырастить кофейное дерево можно попытаться из обычного кофейного зернышка. Первонаперво необходимо разрушить скорлупку на зернышке. Для этого его можно аккуратно надпилить или замочить в растворе соляной кислоты. Мы рекомендуем делать аккуратные надрезы, так как использование химии может повредить само семя. Далее семена промывают марганцовкой и помещают в растворе стимулятор роста. Подойдет любой. Грунт нужен рыхлый, состоящий из дерновой земли, песка, золы и торфа. Семечки укладывают в почву и чуть-чуть придавливают. Затем посадки поливают и накрывают пленкой, пластиковой прозрачной крышкой или полиэтиленовым пакетом. Так мы создаем внутри парниковый эффект. Прямо на солнце горшок ставить не нужно, но и в тени размещать его нельзя. Лучше всего подойдет теплое место неподалеку от подоконника. Семечки прорастут примерно через месяц. Первую пересадку осуществляют при появлении листвы. Вегетативный способ наиболее эффективен и требует куда меньше трудозатрат. Прежде всего подготовьте черенки. Они должны быть длиной около 80 сантиметров и как минимум с двумя почками. Затем поставьте черенки в емкости и поставьте в тепло. Чтобы укоренение прошло лучше, наденьте сверху целлофановый пакет или накройте банкой. Так создастся парниковый эффект. Периодически поливайте грунт и проветривайте саженцы. Когда растения укоренятся, их надо пересадить в постоянные горшки. Кофейное дерево само по себе обладает высокой декоративностью. Его побеги слабо ветвятся, а большие красивые листья формируют красивую крону. В целом кофе не нуждается в декоративной обрезке. Однако все зависит от конкретного экземпляра. Нужно регулярно обрезать засохшие побеги, также не лишним будет удаление слишком длинных веточек. Дело в том, что они будут забирать энергию, которая нужна растению для цветения. Проводить операцию лучше в конце зимы-начале весны. Если же вы сомневаетесь, нужна ли вашему зеленому питомцу обрезка, то лучше ее не проводить. К сожалению, примерно через 10 лет после посадки кофе начинает стареть. Декоративность растения падает, листья становятся желтоватыми и вялыми. Значит, пора проводить омоложение. Для этого обрезают стебли. Проводить процедуру нужно острым инструментом, чтобы срезы получились аккуратными и ровными. Ни в коем случае не ломайте побеги, даже если дерево выживет. Оно окончательно утратит свою декоративность и сформируется уродливым. Не забудьте обработать места срезов толченым активированным углем. Кофе тот еще водохлеб. В весенне-летний период поливать его нужно обильно и часто каждые 2-3 дня. Но не допускайте заболачивания грунта в горшке. Регулярно рыхлите почву, чтобы она не забилась. Период покоя полив нужно сократить до 1 в неделю. Зимой просто не допускайте пересыхания грунт и поддерживайте общий уровень влажности. Для поливов нужно использовать мягкую, отстоявшуюся воду. Если у вас есть такая возможность, то поливайте дождевой или снеговой водой. Но не забывайте о том, что жидкость должна быть хотя бы комнатной температуры, а лучше на пару градусов теплее. От холодной воды корни могут испытать шок, что чревато разного рода неприятностями. В весенне-летний период кофейное дерево нужно регулярно подкармливать. Частота внесения удобрений 2 раза в месяц. Применять лучше минеральные подкормки в жидком виде. Они лучше усваиваются растением. Когда на дереве будут завязываться плоды, можно увеличить долю фосфорных подкормок. Это поможет ягодам быстрее созреть наибольшую опасность среди вредителей для кофе представляют. Паутинный клещ с щитовкой тля. При обнаружении паутинного клеща растения сразу нужно обработать акторой или карбофосом. Для избавления от щитовки растения сначала обрабатывают мыльной водой, а затем инсектицидами. Например, карбофосом. С тлей борются так же, как и со щитовкой. Этого вредителя еще можно вывести с помощью обычного спирта. Смочите ватный диск и протрите им зараженные листья и побеги. Среди болезней чаще всего проявляются кофейная ржавчина, гомост и сажистый грибок. Болезни проявляют себя по-разному, но чаще всего страдают листья. Они покрываются коричневыми пятнами и разводами, или у них появляется черная кромка. От грибковых заболеваний лучше сразу использовать фунгициды. Грибок обычно очень живучий, и народные методы могут не помочь. Эффективно себя проявляют фитоспорин и медный купорос. Также нужно убрать пораженные части растений, чтобы предотвратить распространение болезни. Если ваше кофейное дерево заболело, то его можно попытаться спасти. В зависимости от состояния растения есть два действенных способа – пересадка и укоренение черенков. Если вы залили цветок, то спасти его можно, пересадив в новый горшок. Для этого обязательно очистите корни от старого грунта, обработайте марганцовкой, присыпьте активированным углем и проведите саму процедуру. Обратите внимание, что старый грунт использовать нельзя. Если же пересадка не помогла и растение продолжает чахнуть, то единственный шанс – это нарезать здоровых черенков и укоренить их. Увы, но старое растение спасти не удастся. Самые частые ошибки в уходе за растением – это, конечно же, перелив или недолив, а также несоблюдение требований по влажности воздуха. Соответственно, дерево либо начнет подгнивать, либо будет увядать и сохнуть. Также стоит помнить о том, что зимой температура содержания не должна опускаться ниже 15 градусов. Кофе – это тропическое растение, которое плохо переносит холода. В это время стоит сократить полив и приостановить внесение удобрений. Третья самая частая ошибка при выращивании этого растения – использование неправильного грунта. Конечно, неподходящая почва смесь не станет причиной гибели цветка, но декоративность уменьшится. Например, побледнеют листья. Кофейное дерево, безусловно, станет украшением вашего дома. В отличие от многих других декоративных деревьев, оно не только цветет, но и плодоносит в условиях квартиры. Растение дополнит любой интерьер, а уход за ним совершенно не сложен и не требует большого опыта в флористике. Субтитры создавал DimaTorzok